А Дмитрия Софья Афанасьевна была образованной женщиной с добрым нравом. Замуж она вышла довольно рано и с тех пор все свое время посвятила заботе о семье, все свои силы, все свои направления души. Поэтому с детства Дмитрий воспитывался благочестиво, в лучших традициях, он получил хорошее образование домашнее, которое соответствовало его возрасту и положению образования в России того времени. Потом это проверится, об этом мы чуть попозже поговорим. В своих дарованиях, в своих способностях он выделялся среди своих братьев и сестер, которые у него были. То есть он отличался от них своей образованностью, своими способностями. Помимо обычных способностей, дарования ребенка, у него были особые способности к изучению языка. Умел и любил он рисовать и проявлял к этому особые способности. Также замечательно пел и обучился игре на скрипке. Скорее всего эти способности, его смекалка, дарованные Богом, какие-то вот эти способности, конечно, принесли бы ему успех, и все это способствовало бы его развитию в обществе, карьерному какому-то росту. Но еще с юности, с ранних лет, в нем зародилось желание посвятить свою жизнь монашескому подвигу. Поэтому Дмитрий еще в детстве много молился, часто бывал в храме. И однажды, когда он поведал об этом своем желании отцу, он встретил с его стороны не только отсутствие всякой заинтересованности к этому вопросу, никакой поддержки, но и сам отец не очень серьезно отнесся к такому желанию своего сына. То есть не воспринял всерьез это желание, которое на самом деле потом останется у Дмитрия на всю жизнь. Когда Дмитрию Александровичу исполнилось 15 лет, отец его отвез в Петербург, в столицу тогдашнего государства, чтобы там он поступил в главное инженерное училище. Александр Семенович, который сам был горячим патриотом, участником войны 1812 года, желал видеть и своего сына военным, инженером. В этом сын не перечил отцу, и он без всяких возражений поехал вместе с отцом в Петербург, для того, чтобы поступать вот в это главное инженерное училище, хотя имел совершенно другое желание, не желал никакой военной карьеры, светской жизни, но подчинился отцу. И Дмитрий в наступительных экзаменах показал такие превосходные знания, что не только опередил всех своих сверстников, конкурсантов, которые вместе с ним поступали в училище, но более того, он был сразу записан во второй класс этого училища. То есть, по данным этого экзамена, он был сразу переведен, поступил на второй курс, как бы мы сейчас сказали. То есть, на второй класс вот этого инженерного училища. Тем самым сократил себе год обучения. Учился он прилежно. На протяжении своего обучения не раз восхищал товарищей и преподавателей своими знаниями, основательностью своей подготовки к урокам. И его успехи в обучении были настолько серьезными, имели такую огласку, что стали даже известны великому князю Николаю Павловичу, который был тогда генералом-инспектором всех инженерных войск. То есть, так скажем, самому главному для себя начальнику, не считая императора, Дмитрий становится известным с самой лучшей стороны. В результате таких успехов в декабре 1824 года Дмитрию Александровичу присваивается звание инженера-прапорщика за его успехи в обучении, за вот эти его познавательные способности. В свои студенческие годы, или курсантские годы, как правильно сказать, он был вхож в аристократические дома петербургской элиты. Это была столица нашего государства. Это было связано как с его происхождением, как мы уже отметили, он был из древней дворянской семьи, так же, и, конечно же, родственные связи, которые сохранялись в Петербурге у отца, который в свое время был приближен ко двору. К тому же, сама воспитанность Дмитрия Александровича, его успехи в образовании, конечно же, также послужили причиной к тому, чтобы он посещал знаменитые дома того времени. Благодаря своим особенным данным, а он был хорошим декламатором, он познакомился с поэтической элитой северной столицы с такими видными делителями его эпохи, как Крылов, Жуковский, Пушкин, Батюшков, Глинка. С ними он имел общение, возможность встречаться. И, конечно, все это предвещало ему успешную карьеру, как его успехи в учебе, как его положение в свете, уважение, которое он приобрел. Но при этом, несмотря на такую видимую прекрасность стороны его жизни, были в его жизни и огорчения. Как повествуют некоторые историки, упоминают о таких, так скажем, не очень благовидных сторонах жизни того общества, в котором находился Дмитрий Александрович, заключалось оно в следующем. Тот храм, который находился не так далеко от училища, где занимался Дмитрий Александрович, в том храме, часто посещая богослужения, он, как офицер, успешный молодой человек, стал вызывать определенные изумления. И сохранилось два письма, доноса местного священника, который в первый раз доносит на Дмитрия Александровича, и в доносе этом указывается, что Дмитрий Александрович, дворянин по происхождению, молодой человек, регулярно посещает богослужения, каждую субботу и воскресенье бывает за божественной литургией, и более того, каждый раз исповедуется и причащается святых христовых тайн. Что изумило священника того времени и послужило причиной написания доноса. Конечно, говорить о нравственной стороне этого поступка мы, понятно, не будем. Безусловно, священник, который совершил такой поступок, не вызывает у нас никакого уважения, но хочется обратить на другое внимание. То есть, каково было общество, какие были нравы, что у священника, не у директора, руководителя училища, не у какого-то офицера, а у священника вызывает ему изумление тот факт, что молодой офицер дворянского происхождения регулярно исповедуется и причащается. Делает это, совершает раз в неделю. То есть, для священника того времени в столице нашей империи это было подозрительным, это было удивительным. То есть, отсюда мы можем делать выводы о каком-то религиозном состоянии общества в то время. И этот же священник написал второй донос на Дмитрия Александровича, уже касаемый определенных его взглядов. Именно он указал, что во время исповеди Дмитрий Александрович каялся в всевозможных помыслах, в том числе в помыслах на императора, правительство, на то состояние общества и те реформы, те законы, которые существовали в его время. Тоже, опять же, такой нехороший факт, да, из характеристики, в том числе и духовенства, да, того времени. То есть, насколько все было подчинено государству и какой был контроль. Может быть, не везде, безусловно, и не всегда, но вот мы видим такие моменты. После второго доноса на Дмитрия Александровича к нему было представлено целое полицейское следствие, да, то есть, был даже целый сыщик представлен, который следил за ним. Но об этом мы чуть позже скажем. В этот период своей жизни Дмитрий Александрович настойчиво искал для себя ответы на насущные вопросы о жизни. Но ни его познания физики, ни философии не давали и не могли, конечно, дать ответ на те вопросы, которые перед собой ставил Дмитрий Александрович. Тогда он стал приобщаться к творениям святых отцов церкви. Начал в них находить ответы на какие-то важные вопросы своей жизни. Это его сподвигло приблизиться, познакомиться и начать общение с монахами Валаамского монастыря, точнее, Валаамского подворья, иноками Александра Невской лавры. Туда стремилось его сердце, потому что там он видел отсутствие стремления к благам этого мира, так скажем, даже презрения этим миром. В лавре он познакомился со старцем Леонидом и при его поддержке в духовном окормлении утвердился в мысле уйти в монастырь. Отец, узнав такие перемены, которые происходили в сознании сына, но на самом деле никаких перемен тут не было, как мы уже указали ранее, то есть он с детства стремился к этому, просто отец считал это некой такой детской шалостью. Вот когда он увидел такие твердые уже убеждения взрослевшего сына, он, конечно, вознегодовал, отнесся к этому крайне отрицательно и обратился к руководству училища, чтобы за Дмитрием был установлен надзор, о котором мы уже упомянули. И после этого в действительности был представлен надзиратель, который следил за связями, местами, которые посещал Дмитрий Александрович, и об этом докладывалось. Несколько раз он сподавлялся аудиенцией даже к самому императору, и говорят о том, что император пытался отговорить его от его идей, поступить в монастырь, и в 1826 году лучшим на своем курсе он заканчивает инженерное училище, и к огромному изумлению, удивлению своих современников он подает прошение в отставку. Казалось бы, да, сейчас ему можно было развернуть свою карьеру, свой рост, а молодой юноша вместо этого желает уйти с военной службы, при всех видимых успехах и таких благожелательных ситуациях. Это прошение было отвергнуто, то есть ему отказали в отставке, и весной, может быть, в связи с переживаниями по этому поводу, Дмитрий заболевает туберкулезом. Император прислал к нему врачей, то есть настолько он был ценен, то есть еще раз хочется подчеркнуть, что к тому времени его отец, его семья не были уже столь богатыми, но вот и заслуги их семьи перед отечеством, и видимо сами дарования успехи Дмитрия имели вот такой вес, что даже сам император обратил внимание на этого юношу, прислал к нему врачей, которые поставили тяжелый диагноз, и конечно же о монашестве никакой речи быть и не могло. Но несмотря на вердикт врачей, которые произвели неутешительные выводы по случаю состояния здоровья Дмитрия Александровича, он все же поправился, Господь не дал ему умереть, и вместо отставки, которую он просил, ему предлагали перевод в любой, какой он пожелает, гвардейский полк, который был бы расположен в южных частях России, для того, чтобы его служба проходила в более благоприятных для него климатических условиях. Но он не хотел продолжать службу, не стал выбирать никакой из предложенных полков, тогда его отправили в инженерное подразделение в крепость Динарбург, это на берегу Западной Двины. То есть, как бы, ну, понятно, скорее всего, может быть, по такой какой-то гордыне, что молодому этому юнцу, да, предлагают различные варианты, а он все отказывается, но своротит. Конечно, и императора, и правительства, и генералов, которые стояли над Дмитрием Александровичем, конечно, это все не могло радовать, и, видимо, они решили поставить его на место, и отправляют в эту крепость. в ноябре 1827 года он все-таки подает в отставку по состоянию здоровья, вопреки желанию родителей, как говорят, отец решил его наследство по этому поводу, узнав о таком поступке сына, и он вскоре поступает в Александросвирскую обитель. Здесь он учился духовной премудрости, исполняя различные послушания, трудился в пекарне, на ловле рыбы, работал на вознице. Его духовным руководителем в этот период становится старец Лев, о котором мы уже упоминали. То есть надо себе представить дворянин, который мог построить замечательную гражданскую или военную карьеру, уходит в монастырь и трудится там далеко не самый престижный обитель, ну с точки зрения материального положения, нахождения относительно столиц, но он именно поступает туда и там проводит дни в трудах. В 1828 году в связи с переводом старца льва в плащанскую пустынь он переходит туда вместе с ним и через некоторое время вместе опять же со своим старцем он переходит в оптину пустынь. Особенности такой новой жизни, то есть постоянное послушание, труд, определенное благосостояние более наверное худшего положения, чем до этого. Переезды с места на место сказались на ослабленном здоровье Дмитрия Александровича, так что в конце 1829 года ему даже приходится на некоторое время вернуться к своим родителям и провести время у них для того, чтобы поправить свое здоровье и потом уже вернуться в монастырь. В этот период родители всячески пытались убедить Дмитрия Александровича отказаться от его как они считали глупой идеи ухода в монастырь, но он свой выбор сделал, оставался неуклонным и все уговоры по этому поводу стали бесполезными. В 1830 году при помощи епископа Вологодского и Устюжского Стефана он поступает в Семигородную пустынь. В 1831 году он переходит в Гушицкий Сосновецкий монастырь и только в июне уже того года в Вологодском кафедральном соборе Дмитрия в возрасте 24 лет то есть совершенно еще юного постригают в монашество с наречением его имени Игнатий в в честь Игнатия Вогоносца буквально сразу 5 июля его рукополагают в Диаконы в Диаконы а уже 20 июля то есть буквально через чуть больше чем через две недели его возводят в Сан-Иерея и назначают служить при архиерейском доме шаг уже был сделан теперь назад пути у отца Игнатия нет и он вступает на служение Богу в монашеском чине Затем после некоторого времени служения при архиерейском доме он отправляется в Григорьев Пельшемский Лопотов монастырь который в то время находился в запустении для того чтобы его восстановить и в январе 1833 года он был возведен Сан-Игумен примерно в это время родители смирившиеся уже с волей своего сына восстановили с ним добрые доверительные отношения до этого еще раз напомню его поступок вызвал в них крайнее недоумение и сопротивление ввиду вот этих напряженных трудов наверное и внутренних переживаний и расстройств вряд ли он совершенно спокойно воспринял реакцию своих родителей на его желание посвятить себя Богу плюс климат который также не благоприятствовал отцу Игнатию здоровье вновь ухудшилось и для того чтобы не усугубить свое физическое состояние ему он сумел выхлопотать новое себе место на должность настоятеля Углежского монастыря под Москвой но здесь вмешивается высшая политическая сила император Николай I рекомендовал ему возглавить Санкт-Петербургскую Троицу Серковью Пустынь поближе к столице потому что Москва уже в то время перестает быть столицей и в конце 1833 года он был назначен ее настоятелем обитель также была в запустении в то время было 15 человек в монастыре совсем немного и отец Игнатий начинает стремительно возобновлять эту обитель как и предыдущие места где он бывал ему в этом помогали связи помогало образование и смекалка он был инженером в целом его образованность конечно же давало возможность ему быть более таким правильным администратором настоятелем монастыря и начинается возрождение обители он сам часто работал вместе с простыми рабочими нисколько там не гнушался этого особенно начал заниматься хором так что к нему приезжали петь божественные литургии знаменитые музыканты того времени хор его мог дать даже спор столичным хором церковным хорам того времени в 1834 году он был возведен в сан Архимандрита и здесь во Троице Сергиевой пустыне он остается до 1857 года то есть на протяжении почти 15 лет да он даже 20 да 25 лет он трудится в сане игумена этого монастыря конечно же пустыня за время его руководства преобразилась наполнилась насельниками приобрела добрую славу о чем уже немножко было сказано и конечно же благодаря и знаниями и связям которые приобрел отец Игнатий еще в миру к нему приезжали жертвователи которые охотно жертвовали большие суммы на восстановление возобновление развития этой пустыни с 1838 года он был назначен на должность богочинного монастырей Санкт-Петербургской епархии то есть фактически отвечал за все монастыри на территории Санкт-Петербургской епархии и вскоре господь господь сулил ему служение святительское в октябре 1857 года состоялась хиротония отца Игнатия воепископа а в январе 1858 года он прибыл в Ставрополь чтобы взять в управление Кавказскую и Черноморскую епархию губернатором Ставрополя в то время был его родной брат поэтому когда святитель туда прибывает его так скажем торжественно встречают и вот это сработничество государственной и церковной власти в лице двух братьев конечно же благоприятно сказалось на развитии и самой епархии и в целом жизни населения этого региона когда он приехал на Кавказ он нашел епархию в страшном запустении здесь он столкнулся с многочисленными трудностями начиная с недостатка финансирования и заканчивая враждебностью раскольников которых на этой территории было много поэтому он сразу приступает к реформам к изменениям положения в епархии первое с чего он начинает он повысил зарплату священнослужителям он организовывает хороший добротный хор стремится к пышности в богослужении и считает что богослужение своей пышностью своей красотою должно завлекать людей в храмы должно служить таким миссионерским делом именно красота стройность богослужения пышность его поэтому он стремился проводить богослужение вот в таком состоянии ярко пышно торжественно много совершал поездок старался ездить по приходам своей епархии опять же с этой же целью служить и своей службой призывать людей к храму при нем устраивается архиерийский дом который конечно же был но еще раз повторимся он был в большом заступлении запустении к приезду епископа Игнатия и он его заново восстанавливает в основном все люди старались помогать ему в его служении но конечно же встречались и те кто относились к его трудам недружелюбно ну это наверное бывает со всеми и всегда в нашей жизни недолго он потрудился на должности правящего архиерея уже в 1861 году он пишет прошение с просьбой об уходе на покой потому что здоровье его было уже подорвано святительское служение требовало много сил времени всевозможных усилий и в августе 1861 года его прошение было удовлетворено и он был уволен с назначением пожизненной пенсии в октябре того же года 1861 святитель поселяется в Николобабаевском монастыре где и проведет остаток своей жизни этот монастырь он выбирает не случайно он ему был знаком еще по его таким временам монашеского скитания там он встретил одного старца которого потом всю свою жизнь ставил в пример и видел в нем образец для старчества настоящего святого живого с которым он встретился вот в таком не очень заметном на то время не самом богатом монастыре здесь помимо собственно хозяйственных и богослужебных дел и обязанностей которые были все равно на владыке хотя он и находился на покое но на иждивении да можно так сказать монастыря но все равно какие-то вопросы какие-то дела он решал принимал участие в деятельности обители старался он придаваться здесь же уединению работал над своими сочинениями принимал всевозможных посетителей которые нуждались в его архипастерском попечении прожил он в монастыре около шести лет 16 апреля 1800 1867 года святитель совершил свою последнюю в земной жизни божественную литургию чувствовал себя уже плохо больше служить он уже не смог и 30 апреля 1867 года он тихо отошел ко господу после смерти в кармане его подвязника было обнаружено несколько копеек которые составляли все его материальное богатство то есть ничего больше при нем фактически не было вот так ракто и бегло можно рассказать и охарактеризовать жизнь святителя Игнатия это наверное один из первых русских святителей который оставил заметный след в том числе литературный след в русской патрологии мы уже говорили конечно о святителе Дмитрии о святителе Филарете Дроздовом это вот тоже один из ярких представителей того времени он оставил множество всевозможных произведений разной направленности среди произведений которые были опубликованы встречаются серьезные сочинения проповеди дошли до нас и многие материалы из его переписки с различными лицами которые тоже нам могут послужить чем-то примером назиданием в нашей повседневной жизни если говорить о его трудах то они различны можно их поделить на разные так скажем блоки в первую очередь это аскетическая литература то есть литература направленная на аскетику на борьбу со страстями это два знаменитых его труда аскетические опыты которые были изданы в двух частях следующим блоком его произведения являются слова то есть проповеди это слово о человеке слово о смерти слово о чувственном и о духовном видении духов также прибавление к слову о смерти которое он издал чуть проще это слово об ангелах также есть его одна аскетическая проповедь приношение современному монашеству он также издал отечник как уже было сказано много сохраняло сохранилось его писем это во-первых избранные письма которые были изданы переписка с игуменом Антонием Бачковым переписка с игуменом Дамаскиным переписка с игуменом Иларием письма графу Ширинетьеву знаменитому графу и политическому деятелю того времени письма к Норову письма к Архимандриту Игнатию к Преосвященному Леониду к Сниссоревой к Муравьеву Карскому тоже знаменитому политическому деятелю того времени к Иноку Леониду Брюлову Оптинским старцам и братьям которых он любил и помнил преподобному Антонию Моисею Леонтью Макарию Оптинским к Лесофорному монаху Петру к графу Толстому оберпрокурору на то время Святейшего Синода к Львову также политическому деятелю того времени Башутскому различным монахам было им издано агеографическое и апологетическое сочинение то есть агеографическое это житие святых и апологетическое то есть защиту своей веры некоторый набор апологий то есть защитительных речей обращений направленных на защиту своего вероучения были были у него также изданы литературно-поэтические сочинения некие заметки о творчестве и сейчас создаются сборники его трудов то есть не сами его труды но те сборники которые были созданы уже по его трудам это конечно наверное каждому из нас знакомый сборник в помощь кающемуся или кающимся где разбираются основные грехи святитель дает им какую-то определенную характеристику перечисляет их это его труды о молитве о прелести также были изданы практической энциклопедии которые включают труды святителя Игнатия всевозможные симфонии симфонии как по письмам так и по творениям святителя Игнатия то есть уже объединенные воедино какие-то идеи которые он излагал в своих повествованиях вот вот так кратенько можно характеризовать литературную деятельность святителя Игнатия мы с вами в следующий раз обязательно подробнее рассмотрим его некоторые его труды тоже скорее всего сделаем такую симфонию и в следующий раз мы с вами поговорим о том как по мнению святителя человек познает Бога о его представлении Троицы и общении и свойствах лиц Пресвятой Троицы Бога Отца Сына и Святого Духа разберем посмотрим его учения об ангелах и их природе его мнение о благодати и ее какая-то характеристика и его учения о спасении то есть возьмем догматические сочинения догматические догматическую часть которую предлагает нам святитель Игнатий а потом уже через занятия мы поговорим о нравственных наставлениях замечательных которые дают святитель Игнатий Брянчанинов ну это наверное на сегодня все благодарю вас за внимание очень рад что хоть кто-то из вас появился сегодня порадовал своим присутствием потому что конечно когда я вышел никого не было уже как-то второй раз в прошлый раз еще как-то оправдательно с точки зрения того что я не в свое время выступал ну либо такой период что все заняты или может быть как-то все уже присытились святыми отцами но если вы будете посещать я конечно же не оставлю этого нашего курса хочется поделиться с вами этими знаниями и самому и освежить их и что-то наработать потому что все равно готовишься что-то вспоминается что-то новое изучается погружая происходит погружение святоотеческую литературу поэтому вас всех благодарю за участие за то что сподвигаете меня к трудах но по времени было рановато вы имеете ввиду в прошлый раз Татьяна да тут уж к сожалению вот скорее всего на следующей неделе я не знаю тоже у меня командировка как там будет еще пока не выяснял точно во сколько мы планируем переехать поэтому может быть и со следующей среды тоже придется как бы сказать передвинуться на четверг потому что во вторник вторник четверг ой вторник всегда будет командировка во Владимир когда я там оттуда вернусь ну хочется надеяться что не поздно но не знаю в общем не буду загадывать поэтому благодарю вас еще раз божьей помощи вам но если есть какие-то вопросы по тому что мы сегодня с вами услышали или может быть какие-то еще вопросы буду рад буду рад вам ответить благодарю еще раз за внимание божьей помощи любите святых отцов они будут молиться о вас во имя во имя отца и сына и святого духа аминь возлюбленные о господи отцы матери братья и сестры меня зовут священник Игорь Сильченков и настоятель храма покрова пресвятой богородицы села рыбачи города Алушта Симферопольской крымской епархии и руководитель православного паломнического миссионерского духовно-просветительского центра фавор который находится в городе Алушта в селе рыбачи на нашем прекрасном черном море в нашем прекрасном богоданном Крыму я приглашаю вас всех собраться на соборную молитву в Евангелии от апостол ангелиста Матфея 18 глава 20 стих есть такие слова Господа нашего Иисуса Христа там где двое или трое собранного имя мое там есть и я посреди них и поэтому эти слова Господа нашего Иисуса Христа обозначают то что соборная молитва она самая сильная она угодная Богу угодной небу и угодной церкви и соборная молитва она вымаливает и достает и со дна моря как и молитва матери как и ходатайство церкви поэтому давайте мы соберемся и своей молитвой поможем и себе и своим близким и живым и усопшим и стране нашей чтобы все мы шли во спасение и вечную жизнь потому что очень многие если не все нуждаются в нашей молитвенной помощи наши дети которые страждут наши братья и сестры которые будут трудно в жизни и у которых есть неустроенность и в личной жизни и в профессиональной сфере деятельности и в духовной они все нуждаются в нашей молитвенной помощи значит мы должны собраться значит мы должны совершить этот молитвенный подвиг Почти каждый день, каждую неделю будет читаться Акафисты и каноны всем святым, Николаю Мерекийскому чудотворцу, Пресвятой Матери Божией и Господу нашему Иисусу Христу с ходатайством за всех тех, о ком мы будем молиться. Присоединяйтесь, братья и сестры, и приезжайте к нам на молитву и паломничество, и отдых в православный центр «Фавор», в село Рыбачье, Автономной Республики Крым. Помоги вам, Господи! Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе со священником Игорем Сильченковым, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях, только на сайте правжизнь.ру молитва.